Сегодня команда ЕСНТВ побывала в гостях в дневном центре «Феникс», которая активно работает уже на протяжении почти 10 лет. Вместе с руководителем Терезой Печниковой мы подвели небольшие итоги 2021 года. Несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавируса, деятельность клуба не останавливалась. Правда, менялся только формат некоторых привычных мероприятий. Музыкальные вечера, выставки, мастер-классы. Одним словом, жизнь здесь насыщенная. Нельзя сказать, что год был очень плохой, но и нельзя сказать, что очень хороший. 50 на 50. Конечно, этот год для меня был, 21-й год, печальный, что ушел от нас очень хороший человек на мир иной. Это грустно. А в целом я довольна тем, что мои сеньоры, кто посещает клуб, все пока здоровы и привиты. Так что я в этом плане счастлива. Но, сами понимаете, в связи с пандемийными временами, очень много мы не можем выполнить. Во-первых, я отменила все экскурсии, СПА, где мы каждый год в три раза обязательно за зиму посещали. Это все отменилось, потому что я боюсь заразить людей, не беру на себя такой ответственности. Но, тем не менее, когда вот юбилей, только что отметили юбилей в декабре, 90 лет Галины Андреевны Трофимовой. У нас ритуал, всегда приходят люди с цветами, с поздравлениями. Это очень приятно. Мне приятно, что мне 85 лет отметили, 90 лет. Это здорово, что люди на ногах с хорошими головами. Ну что, мы проводим часы поэзии у нас. Каждый раз в месяц обязательно у нас есть такой час поэзии. Мы встречаемся с местными поэтами. С ихвы приезжают, мысляков у нас бывает в гостях. Концерт музыкальной школы тоже раз в месяц. У нас какая-то программа музыкальная идет. Мы посвящаем и Дню независимости обязательно. Новогодний. Вот у нас был очень новогодний капустник 13-го числа. Присутствовали и депутаты города Высоцкие, Коршунова. Поулыбались, также с нами позанимались юмором. Ну, мастер-классы тоже берем. Обязательно от Пасхи, обязательно к Новому году. Какой-то специалист мы приглашаем, что-то учимся. Потому что век живи, век учись, правильно? Летом у нас большой цветник возле нашего дома. Тоже ухаживаем сами за цветниками. У нас очень здорово. Так что летом я вас прошу приехать посмотреть, как все красиво. Рукоделие. Постоянно свободное время. Мы, конечно, занимаемся. Кто-то обучается, новенький пришел. Кто-то хочет научиться вязать крючком, спицами. Читаем газеты, журналы. Потом дискуссия. Очень много сейчас нас тянули в политику, конечно. Мы не остаемся равнодушными. Мы очень переживаем. Но, одним словом, живем нормальной жизнью. Мы любим друг друга. Нам хорошо быть вместе. И спасибо, что хотя бы скромно у нас. Но, тем не менее, тепло. Самое главное – тепло, светло. Довольствуем всем малым. Но лишь бы только все были здоровы. И чтобы нас не задела пандемия. Мое пожелание вам тоже этого желаю. Не сидите дома. Очень важно общение. Потому что это продлевает жизнь. Вот кто ходит в клуб. Некоторые вот с 2003 года я в этой сфере работаю, да? И все в полном здравии. Вот 90-94 в Даке Семенной Мазушевой. Это же большой срок. А у них прекрасные головы. Прекрасно работают. Так что всех жду. Пожалуйста, приходите. Не сидите. Вот чаек всегда на столе стоит в любое время. Кофе, чай, пожалуйста. Добро пожаловать в дневной центр «Феникс» и следите за последними новостями вместе с командой ЕСН-ТВ.